По сути, любовью называют состояние, когда ваши эмоции становятся приятными. Сидя здесь, вы можете испытывать любовь к человеку, которого даже нет рядом. То есть, любовь не зависит от кого-то другого. Это просто ваши приятные эмоции. Но посмотрите, ваша любовь, ваша способность любить, она запускается вами или кем-то другим. Как только человек начинает глубже осознавать свою природу, он понимает, что для переживания любви, блаженства, восторга и даже экстаза жизни. На самом деле, вам не нужен никто другой. Просто сидя здесь, вы можете почувствовать это внутри себя. Ведь в конце концов, это ваше тело, ваш ум, ваши эмоции, ваша внутренняя химия. И именно вы создаете все переживания в своей жизни. Люди не осознают, что они являются создателями своей жизни, что именно они создают свою жизнь такой, как они хотят. Большинство все еще верят, что их опыт формирует окружение и ситуации вокруг них. Но это не так. Свои переживания мы на 100% создаем сами. На 100%. Если вы полностью создаете свои переживания, прямо сейчас, когда вы сидите здесь, хотели бы вы поддерживать приятные ощущения в уме, теле, эмоциях и энергиях. Или бы вы выбрали что-нибудь неприятное. Конечно, приятные. Тогда, естественным образом, вы были бы любящими. Для этого никто не нужен. Когда мы говорим об отношениях между мужчиной и женщиной, в них может быть много разных аспектов. Социальный аспект, физический, психологический, экономический и множество других аспектов, которые могут быть удовлетворены в отношениях. В нашей жизни мы создаем множество различных видов отношений. Это могут быть отношения в бизнесе, личные отношения, профессиональные. Так или иначе, мы создаем взаимоотношения для того, чтобы удовлетворить свои или чьи-то еще потребности. Это и есть отношения. Но то, что вы называете любовью, является лишь приятным состоянием ваших эмоций. Вы можете использовать другого человека, чтобы стимулировать в себе эти эмоции. Либо вы можете создавать их самостоятельно. Почему же человек испытывает потребность в любви? Человек постоянно хочет быть чем-то большим, чем он есть сейчас. Вы хотите включить в себя что-то, чем вы не являетесь. Суть стремления в этом. Если это происходит на эмоциональном уровне, мы называем это любовными отношениями. Вы стараетесь делать кого-то частью вас на эмоциональном уровне. Это любовные взаимоотношения. Если вы делаете это осознанно, мы называем это йогой. Йога означает единство. Любовь — это не отношения. Любовь означает, что ваши эмоции стали приятными. Смотрите ли вы на дерево, на собаку, мужчину или женщину, на ребенка или просто на небо, почему бы не смотреть на них с любовью? Смысл не в том, чтобы любить небо, но в том, что ваши эмоции становятся приятными. Если вы захотите, вы можете стать любовью. Вы можете превратить свои эмоции во что-то очень приятное. Любовь — это не то, что вы делаете. Это то, чем вы можете стать. Каждый день проводите пять минут с тем, что вам совершенно безразлично. Будь это дерево, камень, червяк или насекомое. Через некоторое время вы обнаружите, что сможете смотреть на него с такой же любовью, с какой вы смотрите на свою жену, мужа, мать, ребенка или собаку. Возможно, червяк или насекомое не узнает об этом. Это не имеет значения. Если вы можете смотреть на все с любовью, весь мир превратится для вас в прекрасное переживание. Вы осознаете, что любовь — это не то, что вы делаете. Это то, кто вы есть. Когда вы соединяетесь в ладони вместе, двойственность ваших симпатий и антипатий, влечений и отвращений выравнивается. И возникает определенное ощущение единства, переживание того, кем вы являетесь. Два соединяетесь в ладони вместе. Игорь — это не то, что вы будете смотреть. Продолжение следует... Продолжение следует...